Нововведение определено постановлением Министерства транспортной и коммуникации номер 32 от 10 сентября текущего года. Изменения коснулись автотранспорта с допустимой общей массой более 3,5 тонн. Размер платы за проезд лиховых автомобилей по-прежнему будет равняться 0,04 евро за километр. Если раньше двухосное транспортное средство оплачивало 8 евроцентов за километр, теперь тариф составляет 10 евроцентов. Также коснулись изменения трехосных, увеличились с 10 центов до 11,5 центов и 4 оси и более выросло до 0,14,5 евроцентов за один километр. Тарифы изменения не коснулись транспортных средств общей массой допустимой до 3,5 тонн. Сегодня сотрудники транспортной инспекции отмечают заметный спад числа нарушителей. Во многом это заслуга инфраструктуры Белтол, которая буквально охватила всю страну пунктами обслуживания клиентов, а также станциями сборов оплаты. Плюс ко всему, сами автовладельцы стали внимательнее относиться к надписи «Платная дорога» и изучать правила оплаты за проезд. Тем не менее, нарушения имеют место. Так, пример, жительница Брестской области купила авто за границей, но не приобрела бортовое устройство. В итоге, попав на территорию родной страны, наездила 500 евро увеличенного размера оплаты. В злую шутку с хозяйкой железного коня сыграли иностранные номера, поменять которые она сможет только после постановки транспортного средства на учет в госавтоинспекции. Увы, этот случай не единичный. Также из последних примеров ошибка совершил один из перевозчиков, который, поменяв с какими-то своими целями регистрационный номер транспортного средства на той же автомобиле, оставил в нем же бортовое устройство. Человек наездил на 1200 евро. Напоминаем, что при замене любой, это указано в их договорах, которые они заключают с Белавтострадой, при замене государственного номера обязательно происходит перезаключение договора с Белавтострадой и получение нового бортового устройства. Сегодня общая протяженность платных дорог по всей стране составляет порядка 1200 километров. Инфраструктура системы включает в себя 90 станций сбора оплаты, а в октябре число зарегистрированных в системе БелТО транспортных средств перевалило рубеж в 200 тысяч.